Всем привет, меня зовут Асами, и со мной сегодня Тейдзи, он как раз вырезает себе галстук. Мы собираемся сделать закос на металлопокалипсис, в этом влоге вы увидите сам процесс и этих замечательных персонажей. И для этого нам понадобится... Два стакана риса, швейцарский армитара, инкрустированный бриллиантами стручок. На самом деле это ткань для галстука, потому что нужный мы не смогли купить кот, старый убитый черный парик, сетка, на самом деле это кусочек сетки, старый коричневый парик, точнее его кусок, из которого я буду отрезать ТРСы, и уже из них я сделаю накладочку на лысину Чарльза. Да, клей титан лучше не брать, лучше возьмите кристалл, но поскольку у меня сейчас кристалла нет, я буду мазать все это титаном. Он затвердеет, станет негнущимся и вообще пойдет катышками, но мне все равно, это же закос. Некоторое количество муторных действий. Потихонечку прядочками клеим волосы на сетку, и в итоге вы получите такую вот прядку. Я наклеиваю с запасом, потому что потом эти волосы можно будет аккуратно обрезать, чтобы имитировать рост. Дэми, конечно, уже устал, я его могу понять. Мы попытались взять рандомный каштановый парик, который у нас был, который, по-моему, использовался на Китае из Хиталии, хотя я и не уверен, и мучительно его забирали. Но нет, пришлось взять другой и вот эту прекрасную гель-прелесть, и потратить огромное количество времени на то, чтобы залезать коричневый парик с прикорневой химией. потребив гору невидимок и фен. Тем временем моя прядка подсохла. Я могу сделать ее треугольной формы, и могу аккуратненько подрезать, так скажем, эти сегменты волос, чтобы они стали более остренькими и был похож на рост. Готово. В жизни каждого косплеера наступает момент, когда... Черт, я запустил себя! Да, паркил он набрал! И именно поэтому я решил сделать закос на Нейтана, у которого здоровенный такой вафельник. Поэтому в процессе макияжа вы будете наблюдать, как из шара сделать новое лицо, ну или хотя бы вафельник. Я беру достаточно темный консилер и наношу его на все лицо, потому что мне плевать, что Нейтан бледный, у меня фанон, и в нем он смуглый индей. Темный, никому не нужный, дешевый тональник для шеи и рук. Я здорово намазал руки, не нужно было этого делать. На самом деле на фотках этого не видно, поэтому если делать закос, руки не мажьте. Ну нафиг. Переходим к контурированию. А где контуринг? Контуринг здесь, контуринг на скулах, на носу, на подбородке. Прежде всего я занимаюсь светлыми участками, а затем уже темными. Для Нейтана специально я еще буду рисовать желваки около рта. Не знаю точно, как назвать то, что у него творится вокруг рта, но там явно есть какие-то складки. В общем-то рисую себе скулы, нос, подбородок. Мажу. Мажу. Мажу себя активней. В общем, мажьте. Просто возьмите еще и консилер потемнее, и смешайте его на своих щеках. Тщательно растушевывайте кисточкой или пальцами, неважно. Переходы теней должны быть мягкими, кроме тех мест, где это очень важно. Например, на очень резких скулах переход может быть достаточно явственным. Не забудьте нарисовать челюсть. Если вам бог не дал челюсть, просто нарисуйте ее. Ну, у Нейтана глаза довольно выразительная, поэтому сделаем вид, что он как бы их немного, наверное, подводит. Примерно так же, как красит ногти. Вот, нарисуем прям такие ноздри и нарисуем черным карандашом брови. Брови странной формы, постарался передать их максимально канонно. Еще можно сказать, что у Нейтана нет верхнего века особо, у него глаз, так скажем, слипся с бровью, поэтому века рисовать я не буду, я просто замажу там под бровью и все. Дальше я перешел к рисованию Чарли. Тут та же самая система, выделяются светлые участки, которые у нас должны идти вперед, это скул, нос, подбородок, а темные участки выделяются темными тенями и консилером. На самом деле я крайне зафейлился в веке Ажи Чарли, поэтому я покажу вам первую часть, которую я сумела выполнить. Но потом мы уже не писали, я еще за кадром докрасила его на глазок, и получилось то, что получилось, и слава богу. У него тоже там складки около рта, и вообще он старенький, и палки под глазами, я их тоже нарисовал, вот он очень грустный. После этого совсем уж заунывное занятие, я подклеиваю несколько отдельных прядок на рост волос, чтобы объединить конструкцию зализанного парика с олбом дорогого Чарлиза, и еще и подрисовываю поверх его волос прям-таки карандашом коричневым, тоже, ну, виски. А теперь на это он завязывает галстук. Я подозреваю, что я тупой. К этому моменту бедный Дэмис совсем уже устал, уснул на нашей черной тряпке, ну, в общем-то, и мы уже смогли перейти к фотографированию. Субтитры создавал DimaTorzok И без лишних заставок мы переходим к фотошопу, а точнее сначала к Lightroom. Простор цветового гамма металлопокалипсиса ничего не оставил нам для фантазии, поэтому я не стала применять никакой пресет, я просто взял фотки, как они есть, поскольку по цвету они были, в принципе, ничего. Поэтому я просто вытянул тени и подправил красный цвет. Переходим к фотошопу. Для начала в троечке делаем пластику, да плюс сделаем себя еще немного красивее, подправим форму лица, и нос, и глаза, и уши, и в общем все подправим. Еще уберем навязчивые складки, которые бросаются в глаза, кривой и сшитый галстук, и прочие некрасивые куски. Сделав для Нейтана все то же самое по пластике, я перехожу к портретуре уже в шестом фотошопе. После портретуры я протираю исторической кистью те участки, которые мне хотелось бы видеть порезче, убираю грязь и подмазываю пятна на макияже, например, на щеках и на губах. Плюс еще я делаю пластику на свои страшные зубы. Меняем цвет глаз. Ибо зеленых линз у меня просто нет, да и у Нейтана весьма зеленущие глаза. Линзы пришлось бы подбирать с умов. Для Чарли та же самая операция, плюс весь фотошоп у него сводится к тому, чтобы убрать границу между париком и своими волосами, и убрать грязь, образовавшуюся от клея титана на прядке, и к тому же волосы на росте еще и перерисовать. После этого будет немного магии. На фотох я заменял фон. Сейчас я покажу на одной фоточке, вот это было сделано. И вот так. И еще руку приделаем сюда и дым. Вот отлично, все, мы закончили фотошоп. Продолжение следует...